Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну вот первое, читай. Номер 25. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 5 января 2016 года. Сегодня у нас 6. Сегодня 6? А это за 5 число. Какие вопросы поступили? Я всех хотел попросить поблагодарить Бога. Сегодня у нас сочельник, до вечерней звезды не пить не есть, как принято у православных. И сказать, что за сутки, нет, за сутки, за ночь, не за сутки, не поступило ни одного хульного, богохульного. Не вопрос, а там обвинения и прочее. Ну просто как вот наплыв какой-то идет, как будто сумасшедшее что-то движется. А сегодня как-то более-менее сошло. Такие вот вопросы здесь наши все. Пишет один. Митрополит РПЦЗ Иларион бросил свои приходы общины. Это не предательство ли? Ну и дальше вот она какая-то. Посмотреть, кто желает вот так 23 декабря. Дальше. Митрополит РПЦЗ Иларион бросил свои приходы общины, вопреки стремлению православных прихожан этих приходов остаться по домоформе его высокопреосвященства. Почему? Почему? Ну и ответ. Иван Глитая, 10 глава, 12 стих. А наемник не пастырь, которому овцы нет своей, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. Ианна 10, 13. Да. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Многие из них говорили, неодержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Прочесть, ворока, из Икииля, всю 34 главу. Вот, 34 глава, из Икииля, прочитайте, там все это сказано. А кто волк, кто наемник, кто овцы. Вот я просто для сравнения делаю. И Господь так дает, что такое церковь и Христос, какие взаимоотношения. А Павел в 5 главе, послание к Ефесянам, разъясняет отношения в семье мужа и жены. А далее, это тайно, говорит, тайно даю, это отношение Христа к церкви. Вот как, тайно. А мужа с женой тут легко понять. И так и здесь. Ну, я из земной жизни беру. Ну, вот наступила война. Люди верные своей родине, все. Раз и бросили в лесах, они попаяли в котел. А генералы на самолеты улетели. Это так вот было такое, спасать генералов. Да кто предатель? В мире никогда не было так, чтобы тех, которые бросили в плену, считали предателем. И только Сталин делал так. И этим погубил миллионы. Ну, минимум, может быть, 10 миллионов. Это на его совести. Только из-за этого. Сразу попало 4,5 миллиона. И всех до одного объявили предателем. А что тогда делать? Покончить жизнь самоубийством. Ну, явно, что сатана, устатый гуталищик. За проклятие матери и отца пришло такое чудовище. А других, ну, других видят. Вот сейчас пленные попали, там где-то боевики, кто там. Друг друга уничтожают. Пленные всегда были пленные, но не всегда их уничтожали. Надо смотреть. Смотреть, как поступить с ними было. Вот пленные, брошенные. Он наемник. Никто не знал, что наемник. Но теперь всему миру явлено, что он наемник. Он не заботился о своей пастве. Он бросил в котле миллионы людей. Там Киев, там 450, в другом месте, там 670 тысяч. Тысяч! И он бежал. И этот уже видит Волка. Ну, Волка, это господствующая система. Гитлер, там ли, патриархия, или Ордогам, Турция. Разницы никакой нету. Но бросил. Но были такие, которые вместе оставались и вместе погибали, выводили. А тут даже ничего не угрожает, ничего договорились, тратя спокойной жизни. Бросить. А было ли в мировой истории так, чтобы общины города какого-то, и потом бы их бросили, сказали, идите в другую юрисдикцию. Никогда в мире не было. А что это означает? Я молился. Ответ получен. Господь видит, до какого мы уже уровня достигли. И нам ненька не нужна, он говорит. Теперь давайте, плывите сами. Смотрите. Распространяйте слово Божие. Где-то вы нашли такое 362-е правило патриарха Тихона, указа. Когда ахнула советская-то власть, рассыпался сенот, патриархии нету, ничего нету, и в котомку и пошли. Каждый священник действует отдельно. Вот и все кончилось. И вот сегодня приближается к этому времени. Мы в числе первых, которым Господь показал, епископов не будет, да и они какие, они наемники, они бросают паству и уходят. Заберите, не мои опцы. Еще впереди день судный будет. А другие-то, которые ничего не знают, которые, ну, манкуртизированные-то, они, ой, батюшка ваш незаконный, он служит, не имеет права служить. То есть дальше уже бредни такие гонят. Бесовщина, как говорится, чертовщина началась, свистопляска. Ничего, все утихнет, ничего не будет. Литургия идет, к нам приезжает митрополит, московская патриархия, и мы признаем ее благодатность, в любом месте можем причаститься, никто не отлученную. Ну, понятно, что зависть, они когда видят, что у нас есть, они ничего этого сделать не могут. Шалман, через дорогу любой заходит и выходит. Из посторонних, 5-43 деяния апостолов, никто не смел приступать. Дальше. Еремия, 46, 21. И наемники его, среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Вот и все. Посмотрите сейчас, ну ладно, на негатив там сказали, на меня что-то, но посмотрите, сколько негатива на президента Российской Федерации Путина, Владимира Владимировича. Какие ролики они ставят? А на патриарха-то? И с сатаной его. А на патриархию там вообще весь эфир заполнен. Сатанинская секта. Чудовище, какие только нету роликов стоят. И показывают, попы там с такими пузенями вышли. Там Андрей Кураев, что куда вы тянете? Пойти в патриархию, это смерть. Это система, которая приучена как его просто уничтожать. Потому как ее происхождение от Берия Сталина 4 сентября 43-го года было. И поэтому мы их пойти не можем. Мы сидим на месте, наша сила. Ничего не изменилось. А он бросил, убежал. Придет время, вернется. А может быть и на погибель Бог их определил. Я не называю их имен, никого нет. Я отвечаю на вопрос. Вики Олсен, США. Церковь должна сохранять то вероучение, которое она получила от апостола. А апостолы от самого Христа. Без этого никакого подлинного апостольского приемства не существует. Вот тут я не согласен. А, ну с этим-то вот. Ну да, если там нарушаются апостольские, конечно, нет. А я говорю, частная жизнь, если не так ведет себя златоуст, говорит, я все равно его признаю. Ну что-то за ним числится. Бывает такое. Дальше. Апостольское приемство является одним из условий того, что церковь благодатна. Что в ней действительно совершается таинство. А значит, она выполняет свое назначение. Вести людей ко спасению. Видите, как понимают. И человек, говорит, я не православный. Да он православный. По всей сути. Это свойство по существу означает, что церковь всегда остается внутренне тождественна той церкви, которой она была при апостолах. Сохранение в чистоте учения Иисуса Христа, а не непрерывное рукоположение епископов, является подлинным апостольским приемством. К величайшему ограничению именно православная церковь не держится истинного учения Христа. И если цепочка непрерывного рукоположения продолжается, то учение Иисуса, подтвержденное Писанием, попирается. Вот это правильно. Тогда ничего не поможет. Никакое рукоположение. Епископы в большинстве в аду будут. В большинстве. Большая часть священников погибает. Златоуст говорит. Как будто ни одного спасенного нет. Серафим Саровский молился три дня, три ночи. И Бог ответил, не пощажу, не помилую. Молился о русских архиереях. Третий том в книге священнослужителей, 601 страница. По благословению патриарха Пимена. Это же слова, которые заставляли бы трепетать. Они никак. Жируют здесь и все. Дальше. А у так называемых вами сектантов сохранено апостольское вероучение? Ну не сохранено. По порядку. Как рукоположения нет и какое оно сохранено-то? Рукоположения от апостольских нет, оно и нарушено. Это учение. С этой строчки мы никак не можем согласиться. Если сохранено, зачем друг от друга отделяются? Уже насчитывают 21 тысяча сектантов. А у церкви православной этого нет. У католиков там старые католики. Все там аташи, папки какой-то принцип непогрешимости в вероучительных вопросах отвергли. Ну а остальное это уже идет дальше. Юрий Соболев. Благодарю за материал, Игнатий Тихонович. Не поспеваю за роликами новыми. Читаю сейчас ваши книги. Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв о моем отце Роби Божьем Викторе. Сегодня увезли на скорой. Помоги ему, Господи. Чтобы душа была спасена. Борис Грибов. Для Виктора Скуратовского. Ты поганый забугорный волчара. На кого ты лаешь псина блевотная? Свой звериный оскал поумерь. Зубы-то тебе поубивают цветы и облечения, Игнатий Тихонович. Чем жрать-то будешь свою блевотину? Свой вонючий, горячий... Горячий, понимаешь, что там горячий. И как будешь пить сок своей гнусной мочи? Пророческий дух Игнатия Тихоновича – это знамение нашей веры. А ты, волчара поганый, гнусный, поносный манкурт патриархийный. Вот так еще бывает. Но в конце концов натолкнется на такого, вот ему и отвечают. Александр Марьясов. Мир вам, братья. Простите меня, грешного. Вы, пожалуйста, нибы над головой поправьте. Это говорит он тем, которые впереди перечисляют гонители мои. Если он им отвечает этим, поносня, которых поносят. А то у батюшки вон как перекосился. Ниб на голове. Не гоже так, не гоже. Да, храмы переполнены. Но от этого пользы мало. Шума только много. Придут, потолкаются, свечи путь сожгут, денег навалят. Но толку-то что? Бога-то не свечки. И у меня еще один вопрос. Рассудите, а верно то, что священник запирает своих собеседников, не хамящих ему и не матерящих его, и вообще не желающий ничего плохого и гадкого этому священнику? Вот только молятся о нем запирать черный список. Но это его право, у него есть такое право. И вы эти хулители, которые, вы их всех запираете, они вас зальют нечистотой. Видишь, что он не такой черный список, не знаешь как, кого-то спроси, я тут указывал как. И все кончилось. Ну, в дверь и лезет пьяный, ну, я дверь-то не открываю ему, заходи, то запер, и все. Садятся в вагон, и видно, пьяный ломится. Проводник захлопал, он пошел дальше. Мучается, а он его протравливает, протравливает, и наконец человек вообще опупелый делается. Дальше. Скажите, это по-евангельски, по-христианскому, по любви, которую проповедуют в православных храмах? Ну, ясно, что не по-евангелии, не по-любви. Они этого не понимают. Если когда священники говорят, никого не судите, это признак, это сказать, только одно означает, не трожьте нас. Как Булата Куджава поет, говорит, навластвуется в сласть. Вот им это здесь. Они совершенно не верующие, попы. Большинство. Абсолютное большинство. Он ни Бога не признает, ни совести, ничего нет. Был нормальный. Как вот Рясу надел на себя эту попону. Скажите, совершенно другой человек. Я их знаю очень хорошо. Вот даже взятя Алфеев, митрополит, Иларион, говорит, правильно, у нас во всех книгах написано, полное погружение. И вот Курасаева этого, значит, его крестить, японец, вот Иерей Сан вышел, вышел фильм-то. Такой человек из Голливуда. Тут, видимо, посольство или кто там, японцы присутствуют. И мочит лоб, не могут погрузить. Ну, это же прямо совершенно не то, что в ворота никуда, вообще никак. Все знает, говорит, правильно делает по-своему. Патриарх держит ребенка, одетого вот так, горизонтально, и ладошкой мочит. Их извергать надо будет. Патриарх, Алфеев, согласно 6-го Вселенского собора, 15-го правила. Они раньше времени рукоположены. Ну, а дальше крещение, это 50-то апостольское правило. Дальше. Надежда Тишли. А может, у вас, Виктор, что-то не так? Нет ли вас духа, заблуждение? Они ее обрабатывают, она в Америке. Ну, и всячески они про меня. Игнатий там, это бесноватый лжепроповедник, лжемиссионер. Лже-лже-лже лепят, лепят где-то. Ну, а ее, они всех так протравливают. Я знаю, что такие люди не молятся. Я бы рассылал, они и говорил. Ну, из чего ради-то? Я только молюсь, Господи, не имени им на судном дне этого. Они не знают, что творят. Почему? Ну, уверовали, а потом незанятый дом, злобой переполнилась. Система, система патриархии. Ложь, двойная ложь, всегдашняя и тотальная всегдашняя ложь. Тройная ложь. А лживые отношения между пасторами, вышестоящими, друг между другом, с властями. Ложь. Океан лжи. И поэтому они такие и есть. И система такими делает, безжалостными. Еще. Вы так говорите о Игнатии Тихоновиче, что в нем сидит бес, как будто вы прозроливый старец. Я предлагаю всем помолиться, чтобы Господь вразумил нас, грешников. Простите, если обидел о Христа ради. Ну, вот ясно. Александр Марьясов. Знающий человек, вкуша виноград, берет только зрелые ягоды, а кислые оставляет. Так и рассудительный ум тщательно замельчает добродетели, какие видит в ком-либо. Безумный же человек отыскивает пороки и недостатки. Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, не осуждай, ибо часто и они обманываются. Преподобный Иоанн Лестичник. Ну, что сказать. Пускай это выполнят, значит, не надо ничего и дальше. Марьясов. Для Сергея Дудин. Батюшка. Мой брат во Христе Игнатий Лапкин не хулитель в церкви православной, и книги его вы сами читали. Там все едино в библейском формате. Как же хулить книги с евангельским содержанием? Да, там есть вещи и отрезвляющие, но с ними спорить не нужно. А действительно взглянуть на вещи. Как апостолы бы сегодня охарактеризовали православную веру, приняли бы ее таковой. А может гораздо легче другое, чтобы каждый православный, независимо от духовного сана, несоциального статуса взглянул на себя и спросил себя. А вообще-то верующий я, христианин ли я? И следую я сегодня обращению апостола Павла. Подражайте мне, как я подражаю Христу. 1 Коринфянам 4.16. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Ну кто сегодня может сказать священнике? Нет, супергрешник, кого это привлекает-то? А первые христиане не боялись этого сказать. И попы это понимают. Подражать им нельзя. Эта должность дает достаток. Угнетать любого. Делать манкуртами людей. Безумствовать буквально. О чем Андрей Кураев пишет? Это жадность архиереев. Деньги, деньги, деньги. Да патриархов все прогнилое. Ну, вам ли на меня нападать-то? Ну, вот вам отвечают люди. Найдутся люди, которые за меня ответят. Филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Не только на апостолов, а которые поступают. Если ты поступаешь по образу, какой имеешь, ну, видишь в апостолах, то и тебе должны подражать. Нет, не скажут и не посмотрят. Потому что все влечены своим корытом и лицемерием. Это Александр пишет. Ведь важно найти того, на ком отбомбившись доказать. Вот видите, какой я православный. А сказавши такое, спросить бы его. А там, а ты сам живешь ли по Евангелию? Можете даже не спрашивать. Евангелие рядом не стояло, они не знают. Неверующие коммунисты никогда меня не бомбили. Этого не было. Определенное обвинение. Вот такой глусности писать только патриархийные могут. Вот это система абсолютной лжи. Чисто полное предательство совести своей. А сами рабы. Так. 11.45. Александр Самогин. Ну, цифры не надо считать. Это возможно ли возродить Россию, пока жены не слушают мужей? Если добрость делится сам себе, не устоит. Так. Женщина. Дальше я бы ролик один поставил. Вы его посмотрите. Называется так. Женщина Кавказа жителем Кремля. Муратхан Михайлович. Вот это ее здесь. Я бы мог показать, но у меня времени нет. Как она выступает, женщина-казашка. Вот образец, как надо вести себя. И она, кажется, член КПРФ. Я сказал, вот, Муратхан, кто она такая? Депутат Народного Собрания, Карачева, Черкесской Республики. Выступление на третьем съезде ООД Всероссийский Женский Союз. Надежда России. 17 апреля 2011 года. Ну, я разостал вчера своим, не говорю. Но я давно его ее знаю. Дайте отзыв. И вот как люди стали говорить на это. Я иногда ролики такие выставляю, чтобы посмотрели, как она говорит. Как? Артем Рублевский. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Высказать мнение по видео или просто просмотреть? Да. Ответ. Просмотреть и высказать. Какая польза вам извлечена из просмотренного и прослушанного здесь? Ваши и другие ответы будут выставлены примерно через два дня в интернете, на нашем видеоканале. Он отвечает. Хорошо, Игнатий Тихонович. Посмотрю сейчас и напишу вам. Посмотрел видео, действительно, у меня выделены две существенных проблемы. Первое. Постепенное обнищание простого народа, безработица, влекущая за собой пьянство и преступность. Второе. Негативное отношение к лицам другой национальности. Не секрет, что их часто презрительно именуют шурками и так далее. По моему мнению, в видео просто показано наличие этих проблем, но не выявлено их причиной. Вот хорошо, Артем как раз судил. А причина-то только во Христе можно увидеть, в Евангелии, по Святой Библии. А причина одна. То, что подавляющее большинство живут без веры во Христа, спасителя человеческого рода. Пророк Давид говорит, ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут. Гибнут. Гибнут. 72.27 Псалом. Гибнут и душой, и телом, впадая в пьянство, наркоманию и прочие пороки. Наркомания, наркоманию какую-то. И прочие пороки. Вот это он совершенно правильно говорит. Вот так надо рассматривать. В отношении того презрения к лицам иной национальности, хотелось бы сказать, что оно вообще должно быть чуждо христианам. Аминь. Церковь Христова призывает к себе всех. Евреев, русских, китайцев, чеченцев и так далее. А церкви пророчествует Святой Исаия. 63. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Прекрасно. Нет уже иудея, и не язычника. Галатам 3.28 Говорит Святой Апостол Павел, уничтожая преграду, отделявшую евреев от прочих народов. Все народы суть подомки Адама и Евы. Разве это не должно побуждать нас с любовью относиться к всякому? Да. Вот такие мысли у меня возникли по просмотру видео, Игнатий Тихонович. Желаю вам помощи Божией. Адварий Ден ответил так. Я уже не стал фамилию говорить. Просто показал. Бедная, несчастная женщина, живущая в своем мирке, обиженная на весь мир, не знающая Бога. Дальше. Лара Синяком. Русь будет стоять, пока на русской земле есть такие молитвенники. Ну, это уже другое, тот вопрос закончен. Игла. Если будем говорить, то повторим и уже бывший разговор. А этот не буду ставить, там паузы большие. Ну, это отвечает так. Подумал вот о чем. Написано искренне. И чтобы вы во время нашего разговора зачитали это. А я буду по частям комментировать. Это был бы полезный ролик. Ну, а теперь спрашивает, там вот это, который нападает, там священник и прочее. Почему нет так делать? Я отвечаю. У него крыши снесло. За многие тяжкие беззакония с таинствами. То есть, кого попало, прищищал, неправильно крестил. И Бог сделал так. Он совершенно как безумный священник сделал, и все. Совершенно. Ну, может быть, даже и уже давным-давно так. И может быть, он уже похулил даже уже Духа Святого. Заблокируйте его и занеси в черный список. А иначе задохнешься в миазмах. Александр Марьясов. А знаете, Игнатий Тихонович, не знаю почему, но у меня к нему есть некое ощущение сострадания. К этому священнику, который беснуется, везде своих, которые с ним были, ролики хорошие были, везде в администрацию жалуются, взламывают, влазят, то есть хулиган. Чисто, как говорил патриарх России, вторых бандитов каких-то принимали. Даже человеческого образа нету. А туда топорщатся, люди приходят, благословляются. Ужас какой, патриархийный. И что интересно, когда мы беседовали, повторю еще раз, в местной епархии, был наш епископ Евтихий Курочкин и Дмитриев Максим. Ну и гнали к тому, чтобы как-то нам ближе быть. А отец Аким и говорит, в епархии. Ну как же были, вот сейчас, говорят, ролик выставили, что потеряевки, там сатанисты, служат сатане. Так на что уже Максим был такой, он сейчас в Ельце, так он аж как вскинулся. Да вы что? А секретарь Беляев, отец Сергий, говорит, да это отец Георгий, там, в Горном Алтае. Убрать! Мы пришли домой, видимо, нигде ничего нет. Сейчас бы только Ростислав там слово сказал бы, и все, залезали бы, даже ничего не было. Он не знает еще. Ну и пусть стоит. Момент, когда уже полностью натянется, на что они вешают эти беззакония перед Абрёвым, тогда им показать это будет. Почему и на мне? Потому что другому было бы более тяжело, ничего нет, а на мне ничего нет. Господь говорит, я чту Отца Моего, а вы бесчестите меня. Дальше. Что-то происходит, но нам неведомо. Я вас услышал, спаси Христос. Саша Дрондин. А вот хочу с вами поделиться. Когда слушал ваши беседы, то увидел родственную душу. Вы говорили почти дословно. Это из баптистов перешел в православие человек. Так же, как и я говорил протестантам, даже места из Библии, говоримые вами, одни из любимых мною. Или, например, наши с вами слова один к одному. Когда у меня было рождение свыше, то я тоже не узнал себя в кавычках. Это был я и не я. Это для меня как бы поддержка, что я на верно пути. Напишу ваше имя в мою молитвенную книжечку. Юрий Соболев. Вчера после разбора «Слово Божие» на наших занятиях... Это в епархии ведет категоризаторские курсы. Он преподаватель Красноярского университета, академии. В епархии работает как бы. На наших занятиях мне попался в руки журнал «Душа». Сентябрьский выпуск. Достаточно занятная статья там. Террор. Часть ислама. Ну, у меня есть она. Начал читать и дочитал до конца. Ныне, видимо, та информация как-то наложилась на сегодняшнее размышление. И вдруг я отчетливо понял. Суть христианства заключена в движении. В скобках. Или, как модно сейчас говорить, в пассионарности. Идите и научите. Филипп послушал. Было интересно. Но потом в итоге, простите, когда началась пропаганда партии 5.10, и ее лидера Балашова как холодной водой блили. Ну, я говорил, там один право существует. Ну, один там Роман говорил. Вот. По-моему, Балашевич лукавый, недобрый человек, который подлил масло в Майдан в свое время. Ну, а кого он пропагандирует? Вот так. Михаил К. В собрании за 6 ноября 2014 года. Я сделал ролик, где говорит Игорь Дыбунов о патриотизме русском и украинском. Два комментария с благодарностью к нему. И ссылка. Виктор Васаби. Вот о чем и я всегда говорю. Я, Виктор из Запада Украины. Слава Иисусу Христу вам. Наконец-то я услышал истинные слова истинного христианина из России. Благослови тебя Бог. Россия еще жива. Киселев еще не всех сожрал. Как и в Писании сказано. Нет уже ни еврея, ни елена и так далее. Но все и во всем во Христе. Петр Загрузки. Слава Богу за вас, друзья. Спасибо. Одежда Тишли. Игнатий Тихонович, мир вам. Послание к Коринфянам, 6 глава, стих 2, 2, 3. Каких ангелов святые судить будут? Вот вопрос. Каких ангелов? И говорит, сделай с позорищем для ангелов. Для ангелов, которые люди живут на земле как святые и как ангелы. А другое судить ангелов, это люди-люди, которые называются падшие демоны. Судить, то есть показывать, что там было. Суд-то Бог совершает. Так вот. Евгений Рябов. Интересует ваше мнение по поводу рождественских и пасхальных спектаклей, которые воскресные школы некоторых храмов показывают прихожанам прямо в храме, за наименем по месту, рядом с иконами и иконостасом. Безусловно, показ рождественских спектаклей людям мирским полезен и благое дело. Но меня очень смущает такая деятельность прямо в храме и для православных людей. Из отношений святых отцов нашел только статью про Иоанна Краштадского и его отношение к театрам, где он серьезно это дело изобличает. Интересует ваше знание по этой теме из различных источников. Библии, житии и творений святых отцов. Спасти Христос за ответ. У Левитов 10.10. Отличайтесь священной от несвященного. В храме как вести себя благоговейно, с женам не разговаривать, в церкви домолчат. А тут жены будут говорить, вымесься оттуда. Вот у нас это в трапезной делается. Даже трапезу в храме запрещено делать, канун такой есть. Больше ничего не надо, достаточно. И по смыслу беречь надо это место. Анатолий Меншиков, Мирвам Игнатий Тихонович. Ваши сайты и видеоканал это действительно сокровище. Я с большим интересом изучаю ваши материалы. Очень много скачал материалов. Больше получается смотреть видео. Хотя иногда и прочитать что-то. Ну прочитать что-то есть, что на нашем форуме 1580 тем. Я покажу форум наш. Просто в Яндекс здесь зарядите, в гугл форум Игнатий Лаппин. Все. Хочу выразить огромную благодарность вам. Да благословит вас Господь. Вы стали одним из тех людей, с чьей помощью Господь обратил меня к себе. И кто изменил мою жизнь за прошедшие полгода. Спаси Холистос. Поворотную роль также сыграли Герман Стирлигов. В скобках, наверное, именно в переформатировании мировоззрения. Ну на что-то где-то. Герман Стирлигов, он отрицает благодать всех церквей в мире. И Библия переведена неправильно. Тут я его называю только разрушитель. У него нету ни программы. На остальное, где он рассуждает, он во всем как бы специалист. Печь делать. Я 40 лет печник, он меня учит, как печь делать. Ну понятно. Он привык к этому. Вовремя хватанул миллиарды-то и спрятал. Алексей Осипов в скобках. В объяснении ценностей святых отцов для православия. Да. Да поможет им Бог. А вы стали нескончаемым живительным источником, бьющим как фонтан. Я на многие вещи стал смотреть кардинально по-другому. Близкие это очень сильно замечают. Хотя мои, в кавычках проповеди, родные пока не увенчиваются большим успехом, иногда я их понимаю, когда влезешь в шкуру мирского мировоззрения. А иногда нет, потому что мне кажется, как можно отворачиваться от света истинного, света. Вспоминаются фразы из Евангелия. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Иоанна 8, 44. Но ужасаешься, когда понимаешь, что речь может идти о родных людях. Вот от глава, от стиха должна только двоеточьем. Только двоеточьем. Вместе 44 и по 48, через тире. А 44 и 48, два стиха, через запятую после 44. Делайте правильно. Однако свернуть с того пути, который открылся предо мной, для меня теперь будет трудно. В моменты таких мыслей и рассуждений в голове остро блестит Евангелие. Иоанна 6, 67, 69 стих. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Игнатий Тихонович, я уже как-то задавал вопрос насчет приобретения книг. Хочется получить Новый Завет с толкованием. То есть цены изменены, Новый Завет, трех томик, три тысячи, не считая пересылки. Три тысячи. И хотя бы к истинному православию. Вроде бы 600 рублей. Я уже показывал, что, почем. Выходите через Mail.ru, мне удобнее всего. О деньгах, когда пересылки книг, говорят, мой мир. Есть ли они еще остались? Остались. В электронном виде эти бесценные книги уже есть. Однако в бумажном это совсем другое. Только вот я не понял, сколько будет составлять стоимость пересылки? Ну надо узнать, куда, какой вес. Цены там подняли вот так. Как я вот в Америку попросили, там послали. Они не могли заплатить, пока нету. За пересылку 12 тысяч отдал. А пенсия 6275 рублей у меня. То есть я двухмесячную пенсию заложил за пересылку. Ну пока ответа нету даже. Неизвестно. Может быть и никак. Адрес мой 27 лет. И еще один вопрос. Нельзя ли как-то получить визитки на ваши ресурсы, которые вы раздаете на благовестие? Можно. Еще раз через мой мир попросите, мой мир войдите. И я тогда на вас скину. Можно в электронной версии. И такие приложить к книгам. И прикладываем. Может быть даже электронный макет или просто файл, чтобы распечатать и раздавать у себя, если это будет правильно. Истинно слово Божие. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. Мне кажется, что в Библии есть ответы на все вопросы, которые меня тревожили с детства. Да и вы об этом очень часто говорите. А с вашими объяснениями и комментированием святых отцов все так понятно становится. Просто дивно. Это бесценный труд. Порой удивляют клеветники, нападающие на вас. Не подумаешь по-другому, кроме как. Так, так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились. Видите, как вы его понимаете правильно. Извините, если суббурно и много написал. Видно, накопилось за все это время. С наступающим Рождеством Христовым вас, Игнатий Тихонович. Слава Христу. Рима Никонова. Благослови вас Господь, постепенно ознакомлюсь с предоставленными вами материалами. Хотя я знаю вас давно на сайте. Спасибо вам. Слава Богу за вас. Аминь. Оксана Богданова. Нет, не та сейчас Москва, что была когда-то. Раньше было снегу много, а сейчас только слякать. Ребятишек в детский сад на саночках возили. Во дворах лепили снежных баб. Да горки ледяные. Снегу было по колено. Радовало глаз. Все деревья в серебре. Снегири сидят. Нет поры. Теперь той боли. Воспоминания одни. Эх, Москва, не та ты боли. Сплошь машины теперь одни. Игорь Киянцев. Спасибо Господи, батюшка, вашему сердии. Смотрю и многое понимаю, как надо. И так легко на сердце от этого. Вот. Виктор Васаби. Действительно, мусульманам тяжело цитировать и объяснять Писание и суть веры, потому что у них вбито, кавычка, в холм в одна суть. Христиане изменили Новый Завет, а иудеи старый. Они абсолютно не слышат слов и не видят буквы на законодательное слово, которое имеет свою силу. Смерть за грех. Как ответственность они, как коррупционный костяк у власти ищут любого решения проблемы подмазыванием и выхода из-под наказания законопреступника. Вплоть до того, чтобы даже навязать земное понимание сути Богу. Мол, Бог сам знает, что делать с уклоном. Конечно же, ближе к собственному предположению. Вы забываете, что Бог не занимается лицеприятием. Дорогие мусульмане, добро это благодетель от Бога. Он же в нас ее и вдохнул. Как же вы собираетесь искупить свои грехи? Тем, что не является ваше. Заставляйте гончара, в кавычках, взамен за оскорбление купить его благосклонность его же собственными изделиями. Ну, баран хоть что, это же Божие. И как купить? Действительно хорошая мысль. Валерий Смирнов. Миром, брат Игнатий. Учить надо церковнославянски православным, мусульманам арабским и так далее. А так скоро до фени дойдем, в литургии. По-вашему, и всем в натуре, в кавычках, будет понятно, а о добрых немцах вам другие расскажут. Я как раз, он маленько не понял, я абсолютно за русский язык. Сторонник русского языка с первого дня. Только я думал, вина, что они на русском языке. А потом я понял, главная вина, что проповедь заменили богослужением, литургия, литургия, литургия. А потом я дальше размышлял, кто это все делал? Монахи. Вот главные виновники, которые спрятали Слово Божие. Их вина безмерна. Более виновных на земле за всю историю мира не было. Потому что заблокировали самые лучшие силы, из народа высасывали, за стенами уходили в песок. Безмолвие. Не в том, что они герои веры, я признаю их святость. Но это был не выход. А так один пишет мне. Ох, мне сейчас письмо последнее этого бесноватого скинули. Ну это бесноватого священника там, который нападает. Даже произносить уже неохота. Как он реально беснуется, что не достать ее ему. Олег. Игнатий Тихонович, поздравляю вас и вашу общину с наступающим Рождеством. Можно ли еще купить у вас 26-й том открытым оком из симфонии на житие святых? Можно, можно. Пока можно. Алекс Победа. Еще два года назад заметил, что гражданин Гундяев никогда не говорит о Христе. Никогда. Дальше. Алексей Царенков. Как книги купить? В мой мир заходите и там спросите. Я вам скину там все данные, что, почем и куда выслать деньги. Тил Рамен. Спасибо. Много очень верно. Слушал с интересом и рекомендую другим. Семь минут назад вот пришло, я его выставляю. Лариса Синько. Ненаказанное зло растет. И ссылка на LiveJournal. Прав тот, у кого больше прав. Александр Вобров. Источник книги иеромонаха Пантелеймона Ледина. Козни Бесовские. Говорят бесы. Бесы говорят вот так, двоеточие. Сейчас многие прямо с низших мыторств к нам в ад отправляются за осуждение других. Особенно священников и монахов. Вот так. Петр Алексеевич. В штате ОВЦС. Игуми Никита Добронравов. Садомит. Садомист. А другие пишут. Там у нас дети поют Бог и Его. Они говорят. Имя Его вы святите всегда. Путеводитель и наша звезда. Ганна Левицкая. Надеюсь, так как только обрадовалась, что появился такой замечательный православный канал. А тот говорит. Руслан Смит. Предупреждаю. Это не свидетели Его. Я просил об этом. И у меня уже сдвиг получился. Чтобы брали ролики мои, которые говорят, ну содержание-то где-то. И по минутам разбейте, какое содержание. Вот уже мне высылают. Вот оно где. Пожалуйста. Я сейчас даже поувеличу, чтобы видно было. То есть уже работают. Уже высылают. Вот, пожалуйста. О сайте. Во свете Библии. Вот какая минута. Вот. Минута, секунда. Оконуне Ангриста. Метара Тарабище. Ну и проще. То есть. Люди уже некоторого раз слышали нас. Теперь мы... Вот за это время кто-то пришел. Ну ладно, потом. Вот сейчас. Вот это вот мой мир. Вот посмотрите. Игнатий Лапкин один. Вот один. Один тут стоит. Меня заблокировали когда-то. Там мусульмане были. И система не пропускала. Я однерку поставил. Мое имя и все. И заблокировали. Вообще имя заблокировали. Ну вот у нас очень хороший мой мир. Тут у нас сколько? 18 тысяч? 18 тысяч 380. А видео сколько? Это фотографий столько. А видео? 2 тысячи 179. А на нашем видеоканале там больше. Вот мы сейчас посмотрим. Вот наш видеоканал. Посмотрите. Вот как он выглядит. Но в нем больше 4 тысяч. Сколько посещений тут было? Посмотрим. Просмотрим 1 миллион 820 тысяч 155. Под тысячиком сколько? 2 тысячи 716. Вот пожалуйста. Вот пока говорили, кто-то зашел. Я прямо по горящему следу. Лариса Синько. Вот я сейчас узнаю. Что такое? Колесник от Никита. Новая жизнь. Ну Никита держись. Что там написано не знаем. По горящему следу. Что напишет? Лариса. Российское гражданство важно знать. Инструкция по оформлению. Способы. Этапы требования. Дальше. Реинтеграция. Иностранцы, ранее имеющие российское гражданство, но утратившие его по каким-то либо причинам, могут восстановить свой статус гражданина в упрощенном порядке, пройдя процедуру восстановления гражданства или реинтеграции. Дальше. Вот она какая, Лариса. По праву рождения. Одним из часто встречающихся видов получения гражданства является приобретение его по праву рождения. Ну туда зайдут, просчитают. Понятно. Видите как? Вот Никита. А тебе как заботиться? Дальше. Вот сейчас пока говорили. Ну вот она об этом и говорила, Лариса. Спаси Христос, Лариса. Благодарим. Вот. Вот наш сайт. Видеоканал. Пожалуйста, заходите и смотрите. Теперь. Что у нас поступило на наш форум? Давай. Вот это было вчера, нет? Да, было. Да, это было вчера. Так, а вот это? Нет, это нет. Давай, читай. Евгений Зубов, город Краматорск. Прошу молитву о болящем младенце Тимофея. Благослови, Господи. Диагноз нейрофиброматоз. Ложный сустав правой голени. Полтора года назад, 7 месяцев, полтора года назад, 7 месяцев, его прооперировали, сделали пересадку костей и поставили аппарат Елизарова. Малыш с ней проходил 7 месяцев, но кости так и не срослись. Да, подожди-ка. Давай, там голуби у меня, голуби. У меня голубяты наверху, а тут подопытные голуби сели, парят, вот-вот выведется. Видите, как я живу. Давай. Затем сделали пересадку кости с бедра в голень и снова аппарат Елизарова. Но снова бессмысленно. Вот прошло уже полтора года, но кости не срастаются. Тимофей ходит с помощью артеза, в котором находится 24 часа в сутки. Нужна еще одна операция, стоимость которой 70 тысяч гривен. Половина суммы собрана со второй половиной очень сложно. Если не сделать малышу операцию, то возможно в дальнейшем ампутация ножки. Ведь она уже отстает в развитии второй ножки. Ну как это ампутация? Она встает, да отстает, хромает человек. Что-то непонятно. Вот это настораживает как. Вот он и ребенок. Ножку отнимать, да что она у него, загнила или нет? Видно на лице, он уже привык к этому. Да, ему трудно. Что он хочет? Просит денег или что он не высказывает? У меня пенсия. Минимальная пенсия бомжа. Меня нигде не давали работать. Нигде. Только при милиции, вне ведомства и охраны. Но я в свободные дни. Печи делали, что у меня заработок был очень большой. Я работал почти 300% выработки, 280-300 печи. А печи делать это будь здоров. Но деньги все шли на издание подпольное Новых Заветов. Дальше. Дима Зубек, Долина. Долина. Что он пишет? Слава Иисусу Христу! Я бы вас просил, пан Игнатий, чтобы вы переглянули в интернете видео Анжелины. Замбрано. Заквадору. Испания. Она евангелистка. И сробили вывод? Будь ласка, отпишите. Но я не могу пойти. Мне нужно подробно. Даже искать не буду я. Благодарю за интерес. Борду не брей. Вот тут могу сказать. Николай Куликов. Вот что-то тут непонятно как. Старцы спросили, что нужно есть в пост. На что он ответил? Ешьте все. Не ешьте друг друга. В первую очередь старец не имел права говорить так. Он не знает Евангелие выходит и не знает святых отцов. Для нас есть посты. Апостольское 69 правило. Тебя сразу от церкви отлучает церковь. А то не ешьте ничего. А теперь, а ешьте других. То есть не судите никого. Не привязывайтесь. Не дурите. Нет такого. Это не связано между собой. Если постишься, ну и то исполняй дальше. Владимир Борисович Соколов. 20.06.79 город Барнаул. Мир вашему дому. Брат Игнатий, скажи. Мы с женой Ириной, жена на третьем месяце беременности, хотели бы жилье себе найти. Я работаю в Никольском храме города Барнаул. Никольском. В Никольском храме города Барнаул. Руководителем молодежного клуба. А жена в Покровском псаломщик. И регент на клиросе. Жена закончила регентское училище при семинарии. После дирижерская вышку. В общем, деньгами мы особо не располагаем. Ипотеку, кредит бороться боимся. Да и грех это. В нашем поселке есть ли возможность приобрести жилье подешевле? В вашем поселке. Есть ли возможность приобрести жилье подешевле? И временно, пока скупим пожить. Смотрю, у вас приход в храме неплохой. Может наша помощь пригодится. Может быть и пригодится, но без денег как. У нас приезжает каждый. Сам должен копать землю. Ему землю дали. Показали, где заложить. Не потянет один. Вот у нас приехал, он фундамент заложил. Нижний этаж под землей. Алексей, так их пять братьев. Все женатые приезжают с племянниками. Это очень и очень трудно. Должны быть деньги, должна быть сила рабочая. У нас тут ничего нет. На деревне домов на продажу нет. Были, которые там сделали две гостиницы из них. Для приезжих мужчин, женщин. Вот такое дело. Очень жаль, конечно. Вы нам понравились. Из бородой. Ну все понравилось. Жена должна платочки быть только. Да везде. И справа стоять. Правило, а? И справа должна стоять. Слева точнее. Ага. С левой стороны от мужа стоять всегда должна быть. Дальше. Аноним. Ну аноним. Значит, государственный закон, это в начале перестройки, приняли постановление, от анонимов жалобы не принимать. Ну тут может быть не жалобы. Если жалобы, значит разговаривать даже не будем. Давай. Игнатий Тихонович, меня тоже волнует судьба мира. И я сама себе потихонечку молюсь, как могу, за всех правителей о здравии. Чтоб Господь их направил в правильное русло. Когда я увидел, что вы так же молитесь обо всех, очень обрадовалась, что не я одна такая. Очень скрывала это всех. Засмеют. Люди не любят, когда проявляешь инициативу. Истинно так. Особно православных. У меня к вам такой вопрос на исповедь. Я еще ни разу не ходила. У меня такая ситуация. В нашей местности я, в кавычках, скандальная фигура. И обо мне ходит слишком много слухов. Я пыталась разными способами отбиваться от них. Ну и конечно молюсь за тех, кто меня незаслуженно обидел. Так получается, что одна упала с велосипеда и получила растяжение связок. То есть одна, которая на нее нападала. Недавно узнала, о ком я молюсь, попали в аварию. И один сломал одно ребро, а другой четыре. Вот так. Она все знает. Недавно я поняла, что потеряла работу из-за одного молодого человека. Он наговорил меня. И меня выкинули. У меня сомнения. Я-то уже знаю, что у людей случается плохое. И если буду молиться о них, я не хочу, чтобы у них подобные беды случились. То есть, что делать? И не молиться о них я не могу. Ну от вас это не зависит. Вы ничего не делали. Это Господь делает и показывает. Я рассказывал, тут у нас был священник один, Суртаев Владимир. И на него ополчились. И посадили его, патриархийное. За то, что он там что-то... Он в Кытманово был, и вроде дом на себя переписал, на жилу. Но что-то с деньгами связано. Машина там это. Ну как всегда у них это. Ну и Масендич Антоний, его секретарь... Не секретарь у него был, а по финансам. Аносов Симеон, потом Капранов, там священник еще кто был. Его посадили. Я ему помогал, в прокуратуру ходил. Антоний внезапно умирает. Этого Аносова шофер убивает. Убивает. Для этого этот молодой, 39 лет умирает священник. Полное чистое пространство. А тот вышел на свободу. Я знаю такие случаи. Поэтому сиди спокойно, говорит. Так, еще. Закончить надо. Сейчас, подожди, еще на одной странице. Что тут? Виктор Шипилов. Спасибо, Игнатий, за предложение изучить ваши материалы. Я все просмотрел, мне очень понравилось. Ну я дал знать на нашем сайте, на форуме, что есть. Дальше. Вы грамотно проповедуете. Поэтому хвала вам за это. Как имеющий духовника, думаю, что и у вас есть духовник, который благословляет вас на ваше миссионерство. С уважением, Виктор. Да, меня благословит митрополит. У меня грамота такая с печатью. Митрополит Виталий. Так, тут что-то еще кто-то зашел. А, вот священник один. И еще кто-то заходит. Ну, что тут? Это уже потом можно будет посмотреть. Вот теперь дальше посмотрим. Вот вопросы какие. Так, это у нас что? А вот наш сайт. Во свете Библии. Вот я маленько назад погарну. Показать где-то. Вот он как сайт наш видит. Сайт, не форум, сайт. Вот здесь все наши книги. Скачать можно. Новый завет. А вот здесь молитва за обновление занятий. 44 года наш детский лагерь. Вот я ткнул в него. Вот детский лагерь. Смотрите, какой наш детский лагерь. 44 года. Вот он где. Ну, тут можно просчитать. Просто зайдите на сайт. А вот здесь памятка. Что с собой брать ребенку. Головной убор. Девочки. Вот как. Мы показываем, какие отдельные есть. Еще что. Дальше. Ищем истинных соратников. Ищем. Вот это о потеряевке. Вот оно говорится. Это батюшка. Лошадь кормит. Вон видно храм. Это первые барабаши. Это Игорь. С девушками стоит. Тут с гитарой играет. Вообще снимки какие тут есть. А теперь. Говорится. Правила какие. Как приехать. Вот. Как потеряевка возникла. Когда она была. Это нашем сайте. Все можно найти. Тут 12 томов. Что насчитано у нас. Так написано. Вот. Звук и видео. Вот я ткнул только. И здесь. Библия насчитанная мной была. Это все мной. Насчитано 50 томов. Архипелаг. А тут еще успеем. Нет. Прочитать. Это пишет московский комсомолец. Ну просчитай маленько. Потеряю пока двойной взгляд. Деревушка из 13 дворов. Изолированная от цивилизованного мира. Кажется не только расстояниями. Но и временем. Рядом православный детский лагерь Стан. Тоже в общем то небольшой. Между тем. Сколько самых противоречивых слухов. Сколько гонений. И сколько признаний. В скобках. В том числе и на очень высоком уровне. На памяти потеряются. Среди хоть немного знакомых с этим оазисом. Настоящей христианской жизни. Абсолютно равнодушных к этому явлению нет. Есть лишь сторонники и ярые противники. В этом году мне посчастливилось. Встретить Пасху в Потеряевке. И я попытался посмотреть на все происходящее. Глазами противников и сторонников. Вот что из этого вышло. Ну это корреспонденты приехали. Знакомство с уставом. Для тех кто не знает. Потеряевка это 4 часа на поезде от Барнаула. А потом еще 4 километра от станции. Вокруг только поля до леса. Вместе со мной на встречу и празднование Пасхи в Потеряевке уехали члены Свято-Анфимовской, Потеряевской и Крестово-Ждвиженской Барнаульской общин. Обе из которых относятся к русской православной церкви за рубежом. И не подчиняются московской патриархии. Хотя вероучение общее. Разница лишь в том, что устав и правила зарубежной православной церкви за последнюю сотню лет не претерпели никаких, в кавычках, демократических изменений. Женщинам запрещено носить украшения и пользоваться косметикой. Юбки и платья у них не поднимаются с земли более чем на 10 сантиметров. А на головах обязательные платки. Но зато в семьях действует, в скобках по-настоящему, принцип главенства мужа над женой. А потому все семейные споры решаются просто. Вот оно мужское счастье. Вот сразу заметил, что... Мужчинам же положено носить рубаху на выпуске, подпоясываться поясом. А еще им запрещено брить и даже подстригать усы и бороду. Курить, злоупотреблять спиртным и материться там тоже запрещено. Так что в свой вагон мы, кавычки, забились. Без единого мата. А до Потеряевки добрались, без перекуров и выпивки. Уснул я где-то часа в три ночи. А в шесть часов утра познакомился с самой неприятной частью устава Заребежной Русской Православной Церкви. Именно в это время над моей головой, голосом местного батюшки отца Якима, прогремела команда. Подъем! А куда деваться? А куда деваться? Устав есть устав. Вот понимаете, самое неприятное утром рано вставать. Мы вставим в 4.40. Всегда. О жесткости. О жесткости. Игнатий Лапкин человек жесткий во всем. А люди не понимают, что жесткий. На одну буху добавляют, как жестокий. Но это большая разница. Жесткий, то есть твердое правило. Жестко во всех силовых структурах. Для него, как для Чапаева. Одна голова хорошо, а две хуже. Он не привык, чтобы ему перечили. И имеет на это право. За его плечами годы проповеднической деятельности, как за рубежом, так и в Советском Союзе. Как следствие, гулах, кубометры религиозной, исторической и политической литературы, несколько иностранных языков, два профессиональных образования. Возрождение одной деревни, создание детского православного лагеря Стана. Люди, крепко уверовавшие и принявшие православие за основу своей жизни, в скобках, а иначе они не смогли бы остаться в общине. Все это во многом благодаря Игнатию Лапкину, его несгибаемому характеру. «Христос воскресе! Я постоянно восхищался крепостью веры членов общины. Шутка ли сорок дней поста, да по семь часов молитвы в день. И при этом они совсем не похожи на оголтелых фанатов. Каждый из них пришел в общину осмысленно, и многим пришлось чем-то пожертвовать. Кто-то торговал на базаре, имел несколько торговых точек, кто-то вкалывал старателем, золото добывал. Пасхальная служба начинается в субботу в 23 часа 20 минут. Описание красоты и торжественности службы равно, как и крестного хода вокруг храма ночью при свечах. Занятие неблагодарное, потому что это нужно видеть и слышать. Только ради хора, в скобках, я и не знал, что когда-нибудь полюблю духовную музыку. Я простоял в храме до конца службы, то есть до трех часов ночи. А потом народ дружно отправился на праздничную трапезу. На утро короткая получасовая молитва общения с Богом, после которой за общим столом общение друг с другом. Взрослые подготовили несколько поучительных сценок из Библии, а дети несколько песен под аккомпанемент гитары и синтезатора. А когда девушка, член общения, спела песню про журавлей, я не смог сдержать слезу, чего от себя уж совсем не ожидал. Позже Игнатий Тихонович пообещал мне сводить меня в лагерь и показать тот самый бункер. О котором писали когда-то. О наказаниях. Хотели завести уголовное дело по поводу истязания детей в лагере. Не вышло. Не вышло. Покуратура, края там занимались. Не вышло. Три уголовных дела, а потом я подал в суд, и все это разгромил Господь, и заплатили, и опровержение по телевидению дали. Ничего не было. Ложь. Стопроцентная ложь. Сам Игнатий Тихонович говорит, что одно из качеств лидера это беспощадность. В том смысле, что он должен адекватно реагировать на все родонарушения. Он не выдержит слово. Беспощадно, я его исключаю. И бесполезно уже упрашивать. Делай. Апостол Павел, второе путешествие Марка уже не взял. Отстал, отстал, иди с другим. Просто один раз отстал. Я уверен, что второй раз не предашь меня. Везде сегодня лозунг. То, что сказал царь Николай II. В момент отречения со 2 на 3 марта 1917 года. Вокруг измена, трусость и обман. Это сегодня везде. Измена, трусость и обман. Вчерашние друзья делают со врагами. Измена, трусость и обман. В частности, у детей должно быть воспитано осознание неотвратимости наказания за каждый проступок. Говорят, что детей бить не педагогично. А вот какие письма пишут родители детей, отдыхавших в знаменитом Потеряевском лагере Стане. Кавычки открыты. Я воспитываю сына своего Максима, одна, без мужа. Я уже сегодня вижу, что ничего путного из моего воспитания не получилось. Прошу, согласно Библии... Не бить, а именно наказывать. Бить это разное. Наказывать его физически в меры преступления его. Отпороть хорошенько, но только не отталкивать ее от церкви и от себя. Он пока еще боится только вас. Христом Бога молю, не жалейте розги, да будет спасенным сын мой. Никакая безбожная власть да не вмешается в это воспитание, ибо им нет никакого дела до того, каким будет мой сын. Дикость, средневековье. Советую еще раз прочесть последние слова из этого письма и хорошенько подумать о причинах роста подростковой преступности. Тот самый бункер. История бункера, в котором содержат неугодных и нарушающих уста потеряются, изрядно развеселила. У нас тут полно этих бункеров, в кавычках, говорит один из членов общины. Амшанники. Это пчел хранят. Погреба, потол в каждом доме, а в лагере вообще целая система таких бункеров. Некоторые писали, что когда-то потеряевский лагерь Стан был подземным. Целая система подземных ходов и помещений на глубине до 4 метров. Там и копали, ночами делали катакомбы. Священники могли приезжать, служить. И рядом на расстоянии 100 метров пастухи искорчены были. Никто ничего не знал. Все ночью делали. Конспирация. Как сказал Игнатий Тихонович, во времена гонения на церковь он с детьми, прячась от чекистов и сексотов, молился именно в этих катакомбах. В этом и состояла их основная цель. Я, наверное, последний из мерян, в кавычках, кому удалось застать воочию это грандиознейшее подземное сооружение. С каждым годом оно все сильнее осыпается. И в этом году его решено вообще засыпать, чтобы сохранить наземные постройки. Хотите знать мое мнение о потеряевском феномене? Там я чувствую Россию. А здесь в Барнауле вижу лишь СНГ. Ганов, Гайганов, Ганов. Фото А. Луковского. Под скриптом. С такими впечатлениями вернулся из потеряевки один из внештатных сотрудников МК на Алтае. 1-е, 18-е мая, 2000-го года. Вот он стоит. Вот он, это интервью берет. Ну, дальше потеряевка держит оборону. Тут много что есть. Я еще раз покажу. Это у нас закончено. Теперь вот здесь немножко еще прочитать. Кто он такой? Не написано? Нет. Нету. Виктор Прокопов. Ну, вот что он. Мне понравилось ваше видео. Огромное спасибо вам. Спасибо с Господи. Эльмира София, православная азербайджанка с Донбасса. Какая где-то... Вот у нее и на руке лесовочка или что-то... Нет, это у нее сумочка какая-то. Христос Воскресе. Вы и вокруг вас чудесные люди. Не верится, что где-то есть такой приход в наше время. Да хранит вас Господь. Крестилось в 14 лет в один день с братом Рафаилом. В миру Рафаэлем. 8 сентября на Владимирск. Видите, как люди отзываются, которые нападают патриархиные из этой системы. Я их называю патриаршие кодла. Они ничего не знают. Безбожные, страшные, видимо, одержимые злобой демонической. Ну, маленько. Были и никто не видел, ни разу не был ничего. А просто система заставляет их это делать. Иван Белый. Здравствуйте. Позвольте поговорить с вами по скайпу. Мы раньше общались на мейле. В мейл зайти не могу. Меня там удалили. Восстанавливать даже пытался. Пытаться бесполезно. Там админы главные сатанисты. Завтра с вами можно по скайпу поговорить? Я вам сейчас отправил запрос в скайп. Примите, пожалуйста, ответ. Ну, дальше я уже отвечал. Тут это что есть? Ну, мои-то... О чем? Вот, отвечает. Как на этом теме? Тут еще заходит одна что-то показывает. Что Ольга Юрченко. Так рождается гражданское общество. Игнатий, мне очень плохо. Очень трудно. Жизнь, существование во всем. Пустота души. Проживаем, существуем. Мне, как никогда, нужна ваша поддержка. Я потерял... А что так дрожит-то, интересно? Ну, непонятно. Ладно. Ну, а ей трудно выжить в вести ад. Смотрите, как много написала. Дальше. Это я в Москве. В Москве. Одел меня в стихарь. Вот отец Кирилл Сахаров. Он на Берстеневке. Примерно 200 метров, 250 от Храма Христа Спасителя. По эту сторону канала. Вот он. Он, видите, шапка какая. Он служит все по-старообрядчески. Но он не единоверческий. Московская патриархата. Там патриархи приезжают у него. Очень удивительный человек. Член Союза Писателей. Когда бы не приехал, вот он проспору подарили тут. Я всегда, чтобы говорил проповедь, облекает. Данил Жиденко. Это вы в единоверческом храме? Почему священник слева одет, как старообрядческий священноинок, старообрядческий пояс и клобук? Он ведет по старому обряду. Притом, везде, где бы он ни был, в храмах московского патриархата, везде ведет по старообрядческий. И все согласны. Это ненужное. Сглавредная реформа Никона все перепортила. Иван Белый, спасибо вам большое за статьи. Я просто торопился и написал так. Можно вопрос? А как вы относитесь к Российской империи до 1917 года? Еще он говорит, я о царе скажу. Более негожего царя, чем Николай II не было. Да разве Петр допустил бы, чтобы революция была, или Иван Грозный-то? Но как для Веры, это самый лучший был царь. Он канонизирован. Дальше я это отвечаю. Так, у нас еще время есть? Немножко. Уже прошло? Ну вот так, еще маленько. Сейчас я загляну, что у нас тут. Я показал на это. Это тоже Потеряевка держит оборону. Как найти Потеряевку? Как найти Потеряевку? Никак. Даже не пытайтесь. Ради собственного же благополучия. Если не сможете договориться, чтобы вас встретили, пропадете. Так мы и ехали. Сначала поездом, потом на лошади. Где-то около часа ночи мы уже лежали под теплыми одеялами в доме Потеряевского староста Игоря Александровича Барабаша. У нас такие дома строят только те, кого принято называть «новыми русскими» в кавычках. Ранним утром голос отца Якима, главное духовное лицо Потеряевской общины, родной брат Игнатия Лапкина, создателя этой общины. Через усилители и довольно мощные колонки, стоящие в нашей комнате, скомандовал «Подъем!». Проснувшись, а попробую после такого не проснуться, я заметил, что кроме колонок магнитофона и телевизора в комнате стоит еще и пианино. Оборудован санузел, горячая вода, водопровод, ванна. Но мыться хозяева предпочитают в бане. Кухня оборудована так, что позавидует любая городская хозяйка. Кухонный комбайн. Кухонный, кухонный, ну что это на самом деле? Кухонный комбайн. Ну, кухонный комбайн, микроволновая печь, двухкамерный холодильник. На дворной постройке скотина, 15 голов крупного рогатого скота, 4 трактора. Волга. Собственно, за счет содержания скотины всю зиму и живут, поэтому и скотины так много. Сам отец Яким имеет 80 гектаров земли. Тоталитарная секта, знак вопроса, опровинившихся там строго наказывают, бьют плетями. После чего сажают в глубокий бункер, спрятанный под землей. И держат там несколько дней в холоде, на воде и хлебе. Примерно в таком духе, одна из наших краевых газет отзывалась о потеряевских порядках. А порядки там действительно строгие. Бриться мужчинам грешно. 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 Галстук носить грешно. Рубаха должна быть обязательно на выпуске под поясок. Платья и юбки у женщин должны быть длинными, не более 10 сантиметров от пола, на богослужениях. Курить, материться, пить водку и заниматься другими непотребными делами категорически воспрещается. Отец Яким рассказывал о людях, которые не смогли заблестеть эти правила. Их было двое. Они так и уехали, не успев как следует обжиться. Теперь по поводу тоталитарности. Социология так определяет тоталитарную власть. Характеризуется она абсолютным контролем над экономической, духовной и социальной жизнью группы. Вот так. Абсолютный экономический контроль это, наверное, положенное по уставу секты, в кавычках, церковная десятина. Сейчас ее платят лишь трое. По поводу контроля над духовной жизнью, думаю, все ясно. В скобках. Община христианская, православная. И батюшка в ней главное духовное лицо. Что же касается жизни социальной, то тут ограничений, помимо религиозных, практически никаких. Секта же, если верить словарям, это такая религиозная организация догматичности взглядов и убеждений, которые отличаются от взглядов и убеждений господствующей церкви. Потеряевская община относится к русской православной церкви за рубежом. Кроме того, секты отрицают институт священства, а Потеряевки есть священник. Настоящий сектант, это, как правило, психически больной человек. Представьте себе, о чем же надо думать, чтобы, зная обо всех безобразиях, которые могут твориться в Потеряевке в течение четырех как минимум лет, за собственные деньги строить огромный дом, обзаводиться хозяйством, рожать детей. По словам отца Иакима, в Корчино Потеряевских ребятишек особо не притесняют, хотя случается драздят. Семьи Потеряевки в основном молодые, так что детей еще много народится, учитывая, что противозачатные средства и аборты запрещены. Некоторые даже признали, что именно из-за детей они покинули в городские, в кавычках, коробки и переехали на землю. Отец Иаким запряг своего карагеза в сане, и мы поехали в тот самый детский православный трудовой лагерь Стан. Первое впечатление. Как тут можно жить? Маленькие обшарпанные кели или корпуса, высотой чуть больше человеческого роста, с микроскопическими окошками. Впрочем, если снаружи побелить, а внутри обустроить, то для ночлега, а не для жилья, эти строения вполне сгодятся, если их рассматривать как альтернативу палаткам. Огромные деревянные качели, вышка, пруд, участок и лес рядом дают основания предполагать, что детям в этом лагере есть чем заняться. Когда этим летом с введением уголовного дела, с целью закрытия лагеря, некоторым он не нравится, ничего не вышло, решили попробовать провернуть это дело через санэпидемстанцию и прочие комиссии. За три летних месяца их было 15. Вообще вообразить нельзя. Краевых комиссий за лето 15 было. Вот только некоторые из требований комиссии. Туалеты в лагере должны быть оборудованы бетонными ямами, круглосуточным освещением и автоматически закрывающимися дверями. Дверями, да. Дверями. В самом фоум лагеря обязательно наличие водопровода с горящей холодной водой. В скобках. Вы когда-нибудь видели водопровод в туристическом лагере? Уже были комиссии с намерением закрыть лагерь, но деревня настолько хорошо держала оборону, что ничего у проверяющих не вышло. То есть мы заблокировались, они не заходили, дети на крыше и крещали «Не заходите! Не заходите!» И часа полтора-два крещали, и все, и милиция, и автобусы, и все уехали. А все это засняли, в интернет выставили. Потеряевки косят от армии. Как-то захотел у нас один принять крещение, рассказывает отец Аким. И выяснилось, что он каким-то образом от армии откосил. Мы с ним поговорили, он пошел в военкомат, покаялся и призвался, как положено по закону. И ничего, отслужил весь положенный срок с бородой. Мужчинам в нашей общине запрещено бриться. И никто его за это не притеснял. Всем призывникам нашей общины мы выдаем справки о том, что этот человек в силу своих религиозных убеждений не может держать в руках оружие. И его действия не должны быть направлены на причинение кому-либо вреда. Так что ни федерального, ни божьего закона мы не нарушаем. В часы церковной службы в доме отца Акима, на втором этаже которого оборудована доземняя церковь, собираются практически все жители Потеряевки. После службы нас хорошенько накормили, снарядили в дорогу целая коробка яиц из собственного курятника. Помолились за нас, посадили в сане и мы отправились домой. Андрей Илковский. Вот так. Каждый год после 14 мая, первое воскресенье, отмечается в Потеряевке и День деревни, как начало ее новой жизни. С 1991 года, когда 14 мая, приехал в эту местность отец Аким Лапкин и еще двое. Надежда Васильевна Лапкина, жена Игнатия и Валентина Шитикова. Через 4 дня приехал Виталий Устинов. Вот она концерте смотрит где-то. Ну и все, тут уже не будем говорить. Вот как. Транспорт какой. Батюшка пасет. Ну просто показать где-то. Вот моя балерина. Балерина. Это башня летняя. Башня балерина. Башня летняя. Башня летняя. Игнатия начальника. Балерина. Вот. Это Володя снимает Устинов. Вот коровы далеко пасутся. Снимки какие. А то вот поле убрали. Вот тут тарова. Вот подходит ко кресту у нас есть. Вот Володя с Виктором в лагерь везут. Вот машины. Где-то. На благовестие собрались. Дополнительно узнаешь здесь. Вы зарядите просто на наш форум зайдите и зарядите. Потеряевка. Или там даже в Викибеде что написано. Это Игорь вот строит. Видите какие фотографии. Вот. Там деревня видать издалека. На территории деревни курить запрещается. Вот какая скорость должна быть. Это из старых снимков. Овечки. Там видно храм. Вот ремонт. Дом строят как люди показаны. Это я в храме говорю проповедь. Это концерт. Дети идут. Во время концерта священник идут. Вот бабушка Серафима. Ей уже 86 лет. Видите, ей едет. Вот овечек стригут. Вот дети там во время праздника обедают. Вот трапеза такая есть. Вот мои голуби. А, это у одних мы были. Это не мои в другом месте. Вот как молятся. Вот интересно как. Ну просто показать. А это ранетки сделали. Сварили с сахаром. И теперь я их сушу. Там баня наша видать. Это собака, поле, коровы. А то приехала милиция. Дать собаку, чтобы научил, обучил Сергей Пупков. Батюшка пасет овечек. Он вот ремонтирует. Ребята дом строят. Фундамент подливают. Вот такая кукуруза растет. Вот она где есть. Видите как? Тут вибратор. Это ласточки. Сколько сидит здесь. Показать. Вот как. Это дом наш. Вот овечки стоят. Стригут. В школе. Дети дрова заготавливают. Тут на зиму. Дети говорят. Сварка идет. Вот он сваривает. Это его жена. Вот Надежда Васильевна сходит. Это наш лагерь издалека. Видать, в осени уже где-то. Это мордушка. Рыбу вытаскивает Павел. Это в школе учителя, учеников столько. Вот такие ученики. Молодые, кто в Потеряевке желает есть средства, это молодые верующие православные христиане с детьми. А это вот я сушу как раз эти. Ну, пастила называется. Это поднимаем провода, натягиваем. Вот. Ну, это с кошкой, с котиком играем. А это сестра дамбу возводит, чтобы весной вода не попадала. Лежащий полицейский. Сама возит и вот она вываливает. Люба. Вот у ней растет как помидоры тут раз. Вот она показывает. Шесть пород куриц только держала. Это в диаконодом. С дочерью подбирают здесь. Это ребятишки со щенком. Видите, какая жизнь. На дальней станции сойду. Тут песнопение, как вот он поет. И, ну, поет или нет, я даже не знаю. Может быть, или нет.